Выходит на прямую связь с Грэмом. Дмитрий, здравствуйте. Да, приветствую вас. Слышно меня? Видно? Да, мы отлично вас видим и слышим. И начать наш разговор я хотела бы с той темы, которая появилась буквально вот в последние минуты. Это решение Путина об отмене визового режима с Грузией. Какие цели, на ваш взгляд, преследует Кремль? Президент Грузии уже назвала это провокацией со стороны России. И вообще репутационно, кажется, это наоборот повредит Грузии, которая, казалось бы, смотрит на Запад. Хотя довольно противоречива история с тем, как, например, вас не пустили в Грузию и при этом пускают российских журналистов-пропагандистов. Что скажете об этом? Да, я как раз и хотел начать с того, что ровно, ну, больше, чем год назад, в начале февраля попытался прилететь в Грузию. Причем я даже по таким неофициальным каналам проинформировал, что я приеду, и никакого, скажем так, запрета или каких-то там изначальных проблем я не почувствовал. Поэтому я прилетел в Киев, из Киева, вернее, прилетел в Тбилиси, меня там развернули, причем всех моих ребят пропустили, вот, меня развернули и отправили назад. Сделано это было, как мне сказали, демонстративно, чтобы продемонстрировать Кремлю, что Грузия не готова превращать, так сказать, свою страну в прибежище для всяких разных оппозиционеров. Насколько я понимаю, грузинское руководство пытается усидеть на двух стульях. Ну, причем я здесь где-то даже с пониманием отношусь, почему они это делают, потому что там постоянно же ведь провокация идет со стороны российских военнослужащих, они границу передвигают. Тут берут забор, прям физически, и там на 10-20, иногда на 50 метров перемещают. Там похищают людей, потом их за деньги возвращают. То есть там серьезная ситуация, и, конечно, грузинское руководство очень боится, что Грузия будет следующей после Украины. Но при этом, конечно же, там общество гражданское и оппозиция, и даже многие, я так понимаю, системные политики хотели бы все-таки двигаться в сторону Европы. Но пока это идет очень сложно, поскольку, насколько я понимаю, кто-то в руководстве имеет какие-то обязательства перед Кремлем. Поэтому, собственно говоря, политика очень какая-то такая неоднозначная, очень странные вещи они делают и странные решения принимают. С одной стороны, Грузия боится, грузинское руководство, что Россия каким-то образом проявит агрессию по отношению к стране. С другой стороны, они, конечно, не хотят поссориться с Европейским Союзом, поэтому мы все время сталкиваемся с какими-то половинчатыми решениями. То они в одну сторону двигаются, то в другую сторону. И я так понимаю, что Путин принял решение оказывать серьезное давление на грузинское руководство. То есть предлагается там и пряник, и кнут в виде разных угроз. Я думаю, что как раз это решение, видимо, какие-то там договоренности наверху. Потому что, конечно же, Путин и Кремль, я так понимаю, поставили задачу оказывать серьезное давление на Грузию, чтобы Грузия не двигалась слишком стремительно в сторону Европейского Союза. Ну, то есть очередное проявление имперской политики. То, что в Украине, теперь в Грузии. Я так понимаю, что впереди другие страны. И было сейчас оказано давление на Пашиняна, на Армению. То есть он не смог не приехать. Я думаю, что это связано, во-первых, и с предстоящими выборами в Турции. Неизвестно, чем это все закончится. Там постоянные проблемы с Азербайджаном. И, видимо, Путин тоже использует какие-то рычаги давления на всех лидеров СНГ. И вот Пашинян даже не смог не приехать на Парад Победы, чтобы сфотографироваться с преступником и военным преступником, и террористом номер один. Так что вот это все в русле как бы вот этой имперской политики. Как вы оцениваете это действие, которое произошло на Параде Победы вчера в Москве? И то, что никаких провокаций не было. И, условно, те беспилотники, которые долетели незадолго до, к 9 мая уже не было предпосылок. Это сработал этот живой щит, так называемый, на ваш взгляд, из этих семи представителей иностранных государств? Ну, я не думаю, что прям только живой щит сработал. Конечно же, были предприняты все меры безопасности. Совершенно очевидно, что там все спецслужбы работали, не покладая рук. Я просто знаю, что задерживали политических активистов накануне. Причем тех людей, которые никакие акции не планировали на 9 мая. Ну, на всякий случай, чтобы никто не путался под ногами. Просто врывались, например, в квартиры людей из либертарианской партии. Просто их хватали. Ну, и дальше фабриковали им протоколы якобы сопротивления полиции. И кто-то там 10 суток получил, кто-то 8, кто-то 12. Поэтому там все эти меры были предприняты. Но при этом я впервые, наверное, не смотрел. Я не смог себя заставить. Потому что для меня даже смотреть этот шабаш, который устроил Путин в Кремле, на Красной площади, это почти как содолеризироваться с этим режимом, чего я совершенно не хочу. Для меня это был всегда важный, для моей семьи всегда был важный праздник. Но как-то он у нас был таким праздником памяти. Это памятная дата. И лозунг-то всегда был «никогда снова». Здесь это самое, можем повторить. Поэтому, конечно, Путин, мне кажется, праздник уничтожил окончательно. Потому что раньше он был объединяющим, сейчас он совершенно очевидно, наоборот, разделяет людей на разные группы интересов. И он перестал быть каким-то искренним народным. Он превратился в какой-то конформистский, такой бюрократический перформанс в интересах Путина. То есть Путин приватизировал этот День Победы. Он выжил все, что можно с Дня Победы. Потому что никаких у него других побед нет. Значит, надо как-то к чему-то примазаться. Вот он и примазался. То есть если он в какой-то момент скажет, что он лично участвовал в Великой Отечественной войне и добился победы, я уже не удивлюсь. Потому что то, что он несет в последнее время, вообще не поддается никакому, так сказать, здравому смыслу. Да, я попрошу вернуть мне звук. Так, меня не слышно? Не слышу сейчас нашего гостя. Но я слышала, как вы завершили свою мысль. Но теперь я не слышу, что говорит Дмитрий Гудков. И не слышу звука. Сейчас попрошу режиссера решить эту проблему. И, конечно, наши зрители слышат. Кстати, напишите, слышите ли вы, слышали ли вы все то, что говорил сейчас наш гость. Напишите об этом в чате. Вот что-то там у вас пошло не так, вероятно. Обращаюсь я к нашим режиссерам. И тем временем мы также отмечу, что вы можете звонить в прямой эфир, дозваниваться, также задавать вопросы Дмитрию Гудкову. Если вы успеете это сделать, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Телефон у прямого эфира скоро появится на экране. И вот, в частности, тут активно обсуждают сказанное в нашем чате. Все отлично слышно, отлично слышно. Все, все слышали. Самый грустный был Шойгу. Говорят, кто был грустнее всех. Но, вероятно, все-таки грустнее всех был не Шойгу, а Александр Лукашенко, который даже не посетил завтрак и обед, ему, судя по всему, стало плохо. Да, Дмитрий, слышите ли вы нас? Я не прекращаю вас, слышу. Я теперь тоже слышу вас. Я вас видел сбоку. Слышу вас очень хорошо. И вот как раз Лукашенко написал кто-то из зрителей, что Шойгу был грустный. Но как-то на Шойгу я не обратила внимания. А вот Александр Лукашенко просто пропал куда-то после парада. Как думаете, что могло произойти? Слушайте, я читал, что он как-то, у него проблемы со здоровьем, он себя плохо почувствовал. Не смог пройти несколько, там, сот метров, чтобы возложить цветы. Поэтому у меня просто нет никакой другой информации. Но в целом, я думаю, Лукашенко до последнего момента пытался соскочить. Но когда он понял, что он будет не один там, а будет еще несколько лидеров, видимо, в последний момент принял решение. Я-то думал, я прогнозировал, что Лукашенко заявит что-то типа там, я буду принимать парад в Минске, значит, поэтому у меня не будет времени приехать. Для нас это тоже важный праздник. Но, я так понимаю, Кремль как-то надавил, заставил, и Лукашенко не смог не приехать. А совершенно очевидно оказаться в такой кампании. Вот тем более, ну, понятно, что там Лукашенко, наверное, один из самых худших в этой кампании. Потому что, наверное, второй после Путин. Но, тем не менее, все равно он как-то всегда стремился продемонстрировать, что вот Беларусь, да, как государство, как армия, не является участниками войны. Вот. Я так понимаю, что если ему удалось это сделать в самые первые дни войны, ну, по крайней мере, месяцы войны, когда еще непонятный был расклад, когда еще существовал миф о второй армии мира, если он тогда отказался, то сейчас, тем более, он понимает, что дело в целом движется, ну, куда-то в сторону военного поражения Путина. Ну, по крайней мере, на территории Украины. И, а в случае поражения, то можно оказаться в числе тех, кто окажется на скамье подсудимых. Тем более, Путин уже объявлен преступником, военным преступником, международным преступником, решением ГАГского трибунала. Вот. А рядом с ним на скамейке уже вот эта дама, уполномоченная по правам детей. Так что в скамейке еще много мест. И Лукашенко один из, там, главных претендентов. Поэтому ему, наверное, очень хочется дистанцироваться и от войны, и от Путина. Но, наверное, он уже не может, потому что сильно зависит. А что касается скамейки для Эрнста, на этом параде я обратила внимание, ролик был опубликован в одном из телеграм-каналов, где Эрнст обнимается с Коношенковым. Это так, кажется, необычно было, учитывая, что Эрнст, хоть понятно вообще, что он возглавляет, и чем он занимается все это время, при этом он как-то старался держаться в тени вот этой вот радикально, может быть, агрессивной повестке, по крайней мере, с буквой «З» на майке он не выходил. А теперь вот обнялся с Коношенковым. На ваш взгляд, для Эрнста скамья тоже приготовлено? Ну, я думаю, что, если мы возьмем историю, как принимались решения международными судами, мы возьмем, не знаю, делая радиостанции на Семи Холмах, то, конечно, все пропагандисты, они всегда были, естественно, кандидатами на скамью подсудимых. Очевидно, что можно взять большой список тех, кто разжигал эту войну. Я думаю, что, в конце концов, если будет такая возможность, если будет этот международный трибунал, если будет возможность сменить власть в России, то, конечно, очень многие окажутся на этой скамье подсудимых. Ну, потому что мы все прекрасно понимаем, что руководители федеральных СМИ, главные там пропагандисты, они несут ответственность за то, что происходит, безусловно. Поэтому обниматься с Коношенковым, это не самое страшное, что они сделали. Следите ли вы за тем, что сейчас делает Сергей Марков? Его тоже называли одним из винтиков этой пропаганды, и часто он озвучивал какие-то нарративы Кремля или же пытался так задировать почву в своих постах, проверяя реакцию на то или иное действие, которое планирует сделать Кремль. По крайней мере, так это анализировалось экспертами. Вот недавно он буквально на днях в эфире BBC был такой странный инцидент, что он там то ли выргался матом, то ли... Что это было? Следили ли вы за этой историей? Видели ли вы это видео? И как вообще оцениваете его роль? Нет, не следил. Он, конечно же, далеко не в первых рядах. Вернее, я помню пару его каких-то комментариев, которые были вроде бы и вашим, и нашим. Но я не думаю, что его какая-то там ключевая роль, если честно. Но просто, мне кажется, не стоит тратить время на обсуждение таких фигур. Я думаю, есть тема поинтереснее. Что касается атаки беспилотников, о чем мы с вами поговорили вначале, затронули эту тему, на ваш взгляд, насколько Кремль все-таки недооценивает эту угрозу или вполне всерьез ее воспринимает? Разные мнения звучали и в нашем эфире об этом, но в контексте того, что мы увидели, что беспилотник все же долетел до Кремля, кто это сделал, конечно, остается все еще под вопросом, но при этом, вероятно, можно судить, что Кремль не так уж и защищен. Ну, давайте слово «Кремль» заменим на слово «Путин», потому что главный паранойик Кремля – это Владимир Путин, который боится всего, даже коронавирусом боится. Ну, вспомните его встречу с Макроном или с министрами за этим огромным столом. То есть совершенно очевидно, что вне зависимости от того, насколько реальны эти угрозы, угрозы безопасности, вот примерно в таких ситуациях, Путин все равно этого будет бояться. Мы не знаем, кто это сделал. Это может быть и провокация спецслужб, это могут быть какие-то партизаны из Подмосковья запустить. Сейчас не хочу просто углубляться в эти конспирологические теории, но то, что произошло, это такая плеуха к Кремлю. То есть если кто-то там думал, что это мобилизует людей как раз на войну, сильно ошибается, потому что как раз когда Кремль не способен защитить свои собственные здания, ну или с большим трудом, то это говорит об импотентности просто этого Кремля, вся эта система ПВО, Министерство обороны, это демобилизует людей, потому что они понимают, что если они уже получают, так сказать, вот эти ракеты, ракеты, дроны, атаку дронов, не способны защитить главное здание, там, по-моему, был кабинет где-то там Путин рабочий, ну, значит, прилететь может куда угодно. То есть война уже подбирается уже к столице нашей страны. Значит, власть не способна обеспечить безопасность гражданам. Я думаю, что как раз реакция людей, которые, я думаю, в большинстве своем не хотят воевать, я думаю, реакция будет как раз негативная и реакция будет критическая. То есть Кремль в результате этой атаки, ну, оказался в таком в униженном положении. И вот это совершенно очевидно. Вот эти все эти кадры, это кадры унижения Путина, его военной машины. Поэтому и паранойя возрастает, безусловно, в таких ситуациях. Что, на ваш взгляд, еще унижает российские власти, тех, кто сегодня поддерживает этот преступный режим? К примеру, вот покушение на Захара Прилепина, который так, по крайней мере, интерпретирует. Захар Прилепин уже, судя по всему, отошел и чувствует себя лучше, но при этом оно состоялось. Насколько это важно, на ваш взгляд? Какое это символическое значение имеет? Или же практическое? И как это воспринимается? Я думаю, что пропагандисты, вот эти все воинкоры, лидеры вот этого ура-патриотического, ну, назовем это движения, или как угодно, политической силы, которая ратует за войну, да, я думаю, они все сейчас, конечно, находятся, мягко говоря, в шоке от происходящего, потому что теперь любой может оказаться на месте Неприлепина, на месте Дугины, и причем они даже не понимают, кто это, кто за этим стоит. То есть, грубо говоря, пропагандисты, люди не глупые, да, они продажные, они там, как угодно можно их называть, ну, точно не глупые. Они прекрасно понимают, что Кремль или спецслужбы могут пожертвовать каждым из них, если вдруг они сочтут это необходимым для того, чтобы развязать, типа там, перейти на стадию народной войны, вот смотрите, убили кого, ну, не буду называть фамилии, да, любую фамилию подставьте здесь известную, значит, это же может быть выгодно Кремлю, потому что убийство какого-то супер известного человека, по мнению вдруг спецслужб, да, может как раз мобилизовать людей, те, которые с трудом мобилизуются сейчас. И вот они сейчас ждут, откуда прилетит, от своих, от чужих, от партизанов или от кого угодно, и при этом понимают, что все равно Украина наращивает силу, оружия там больше, значит, там и мотивация на стороне, это, конечно, вооруженные силы Украины. А здесь мы не можем обеспечить безопасность Кремля, прилетают туда дроны. То есть, значит, представьте, в каком стрессе они живут. И, конечно, это, с одной стороны, их всех унижает, да, потому что они же все как петухи пели, да, про вторую армию мира, про то, что мы сейчас здесь захватим, дойдем и до Берлина, и до Вашингтона, а здесь Бахмут не получается взять, несмотря на все гневные, там, вот эти угрозы Пригожина и всех остальных, они ничего не могут, ни на что не способны. Вот. И понятно, что все идет совершенно не по тому плану, если вообще был какой-либо план у Путина. Очевидно, да, что у всех засветившихся, да, сторонников и разжигателей этой войны, у них у всех за спиной замаячила перспектива Гаарин. Да, или перспектива устранения, физического устранения. Поэтому, конечно, они сейчас напуганы, я думаю, унижены, от этого у них сменился нарратив, да, они теперь более яростно теперь впрягаются за режим, потому что теперь проигрыш, да, Путина, проигрыш Путина или, например, смена этого режима, для них однозначно закончится плохо. Ну, как плохо здесь, у кого какие фантазии, но они явно напуганы, явно. Ну, не знаю, напуган ли, но выглядит униженным, как минимум, Евгений Пригожин, которого вы упомянули, он регулярно, и даже 9 мая, он записывал видео с призывом дать боеприпасы, угрожал уйти из Бахмута, и много чего он уже говорил. Евгений Пригожин регулярно записывает различные видео и аудиосообщения. Какова его роль, на ваш взгляд, и что, могут ли его убрать, могут ли его заменить? Как вы планы на это? Ну, я думаю, что, конечно, сейчас значительную часть высокопоставленных силовиков, генералов, конечно, пытается, ну, по крайней мере, лишить его в любых политических перспектив. То есть, он настроил против себя значительную часть элит, и он, видимо, потерял доверие Путина, потому что он не смог сделать то, чего он обещал, критикую при этом генералитет. Вот, при этом мне очень понравился образ, кто-то из украинских политологов сказал, что он сейчас находится в положении человека, который вот взял велосипед, крутит педали, да, и крутит, и вынуждены крутить, иначе упадет. Так что он крутит педали, пока ему не дали, да, вынужден, извините за такой образ. Поэтому он все время переходит какие-то там, какую-то черту. Да, он уже тут назвал дедушку конченым чудаком на букву М, и все гадают, какого дедушку он имел в виду. Вот, я думаю, что кто-то Путину наверняка доложил, что имели в виду его конкретно. Или когда он ставит ультиматум, что он уйдет из Бахмута. Это же очевидно, это вызов политической системе, это вызов Министерства обороны. То есть он пошел вот в зарубу с значительной частью элит, да, и он не может остановиться. И почему он стал таким публичным? Потому что, поскольку его весь силовой ресурс как бы истрачен, я имею в виду, все его все его зайки, которых он нанял, да, они же ведь полегли на поле боя, и это главный его был ресурс. Соответственно, когда он теряет свой силовой ресурс, он пытается использовать публичный ресурс для того, чтобы как-то удержаться с помощью как бы вот позиционирования себя в качестве какого-то там политика, наверное, громко сказано, да, но человека, который, видимо, заинтересован в том, чтобы стать лидером вот этой вот политической такой, ну не политической, да, силы, ура, патриотической, да, и он прекрасно понимает, что там меняются настроения, эти настроения уже антипутинские, эти настроения уже против Министерства обороны. Если ты хочешь быть лидером этой группы, да, ты либо занимаешь эту позицию, но тогда у тебя проблема возникает с властью, либо ты не занимаешься, тогда у тебя проблема возникает с теми, кто тебя поддерживает, и, видимо, потеряв поддержку элит, Пригожин хочет использовать вот этот ресурс, да, стать лидером вот этой толпы, да, ура патриотов, настроенных сегодня достаточно критично по отношению и к Путину Министерства обороны, и он ходит, конечно, по лезвию бритвы, совершенно очевидно. Так что с ним может все угодно произойти дальше. Вообще, здесь никаких прогнозов быть не может. Либо его построят и поставят на место, с ним может произойти все что угодно. Кадрюф, походу, ему уже дал сигнал, что не нужно переступать черту. То есть вы не исключаете его физическое устранение? Потому что война идет, да, и здесь они должны понимать, что это может произойти с кем угодно. Тем более, надо, тем более, мне кажется, что сейчас, вот как в одиннадцатом, двенадцатом году, да, демократические силы, да, вот как-то они в публичном пространстве доминировали, были вот эти мейтинги и так далее. Сейчас в России появилась новая такая, несистемная сила, пока она не политическая еще, она еще не инициализировалась там в виде какой-то партии, но она появилась, это условно, 5-7 процентов людей, которые хотят империи, которые хотят победить на войне, захватить новые территории, и вот эта сила выходит из-под контроля Кремля, поэтому она становится несистемной. И все лидеры, которые попытаются возглавить подобные движения, они обречены на репрессии, они обречены на серьезные проблемы с властью. Все, Гиркин, да, кто там еще претендует, Пригожин, еще кто-то появится, это все будут такие несистемщики, но вот справа. У нас есть звонок, зритель на линии, хотел бы задать вопрос. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, Андрей, хотел спросить по поводу региональных депутатов, которые там еще остались, что вы про них думаете? То есть, есть ли у них какие-то там шансы, или там все уже, для них нет никаких путей? Всего. Да, спасибо вам. Я думаю, что те, кто занимает антивоенную позицию, достаточно много, по-моему, муниципальных депутатов только в КПРФ две тысячи подписались, если мне не изменяет память. Я считаю, что это люди мужественные, смелые, вот, я, конечно, сочувствую, что многие из них сталкиваются с репрессиями, и прекрасно понимаю, что сегодня те люди, которые выступают против войны, или как-то жестко против этого политического режима, к сожалению, не будут допущены под разными предлогами на выборы. Либо через организацию фабрикации уголовных дел, либо просто решениями избиркомов, ну, либо как-то иначе. Я пока, то есть, это не значит, что попытки создавать проблемы на выборах бессмысленны. Нет, в этом есть смысл, любой выбор это турбулентность, да, политическая турбулентность для власти. Вот, но прекрасно понимаю, как им будет сложно, прекрасно понимаю риски, ну, сам, в общем-то, вместо выборов я оказался в СИЗО, даже не в СИЗО, еще хуже, на Петровке 38, вместе с тетей, моей тетей еще арестовали 60-летнюю, которая двое суток просидела там с реальным убийцей. Вот, потом ее взяли в заложники, она под подпиской о невыезде и так далее. Вот, таким образом меня сняли с выборов и многих других. Я думаю, что, к сожалению, эта практика, она продолжится и будет еще более жесткой. Ну, при этом, подчеркиваю, я не считаю деятельность бессмысленной, я максимально поддерживаю и сочувствую всех тех людей, которые, несмотря на репрессии, пытаются что-то делать и сопротивляться. Я это очень ценю, я сам через это прошел, я прекрасно понимаю, в каких сложных, невероятно сложных условиях таким депутатам, независимым депутатам приходится работать. Много вопросов к вам пришло в нашем телеграм-канале, где мы проанонсировали интервью с вами, и вот задают вопрос Окси, был ли Дмитрий на собрании в Берлине, организованном Ходорковским, подписал ли тот документ, который был предложен, пакт о ненападении, и какие впечатления, если был? Да, не просто был, но участвовал, помогал в организации и участвовал в подготовке декларации, подписал декларацию и многих людей лично приглашал туда. Впечатления позитивные, это отличается от многих других форм, которые проходили за рубежом. Я могу сказать, что лично в этой декларации для меня важно. Ну, пункт, который вы упомянули, да, давайте как бы сыграемся роль Кота Леопольда, да, перестанем ругаться, перестанем друг друга критиковать. Это крайне важно, и все подписанты взяли на себя обязательства в одностороннем порядке. То есть, если, например, вы сейчас попросите прокомментировать какую-то критику в мой адрес, я, как предлагал Владимир Пастухов, возьму пятьдесят первую статью Конституции, помните, да, как при задержании значит, мы берем всегда для того, чтобы там не свидетельствовать против себя и своих родственников, берем пятьдесят первую статью Конституции, в данном случае мы не будем свидетельствовать против общего дела. Поэтому я никого не критикую, не обсуждаю, я на такие обязательства взял, хотя я их взял и без декларации еще давно, но считаю очень важным то, что там десятки тысяч уже подписали и по крайней мере там ключевые, не все, конечно, но ключевые политики, журналисты, общественные деятели, там активисты, организации, разные абсолютно подписались под эту декларацию. Второй пункт, принципиально для меня важен, я всегда был противником как-то разделять людей на тех, кто уехал, остался там, да, я не считаю это правильно, потому что у меня половина команды осталась, у меня родственники многие остались, не могут уехать по разным причинам, да, а есть те, кто уехал, есть те, кто сейчас находится в безопасных местах, я не считаю, что кто-то правильно поступил, кто-то неправильно, кто-то лучше, кто-то хуже, нет, мы просто по разным причинам оказались в разных местах и с учетом того, что мы здесь находимся в большей безопасности, гораздо больше, чем те, кто остался, я говорил всегда, мы должны выражать максимальную солидарность и поддержку тем людям, которые в России, им очень тяжело, они в ужасных просто условиях, репрессии, аресты, обыск и так далее, поэтому в этой декларации наконец-то я увидел и я на самом деле рад, что этот пункт появился, там выражена общая солидарность тем людям, которые, несмотря на репрессии, борются, но и также тем людям, которые не соучаствуют в преступлениях, то даже если человек молчит, но он не поддерживает эту войну, он не поддерживает режим, это нормально, когда ты, в общем-то, находишься под таким давлением государства, это нормально, когда ты чего-то боишься, таких людей тоже надо поддерживать, чтобы они понимали, что мы ценим то, что они не являются частью вот этой преступной группы, преступной власти, которая устроила кровавую войну в Украине, вот, и эти два пункта ключевых, ну а все остальные пункты, они, скажем так, давно были продекларированы разными организациями, там ничего нового нет, ну, что нового на конференции, очень широкий состав участников, что мне понравилось, было очень много молодых людей из разных стран, которые представляли разные организации, ну типа там, Франция, это Руси Либерте, да, это организация, которая занимается помощью и украинским беженцам, и российским беженцам, то есть, как бы, вот такие люди, их очень много было, новые лица появились, да, которые пришли, с которыми мы познакомились, начался процесс совместной какой-то работы, и, ну, там был и Марк Фегин, и Максим Кац, там, и многие другие, я бы так сказал, все пока, к сожалению, кроме ФБК, но мы их звали и будем звать, и я надеюсь, что когда-нибудь мы будем все-таки единым фронтом действовать, потому что сейчас крайне важно объединиться там не в одну организацию, мы не объединяемся в одну организацию, мы хотим объединить усилия, чтобы бить в одну точку, ну, то есть, например, если мы хотим помогать украинским беженцам, значит, такие решения надо лоббировать, если мы хотим, чтобы были решены проблемы поставки лекарств в Россию, бить надо всем вместе в эту точку, если мы говорим про санкции, должна быть какая-то хотя бы компромиссная единая позиция, чтобы их лоббировать на уровне европейского парламента, там, в Страсбурге, где Совет Европы, там, Еврокомиссия, и так далее, и так далее, вот, это первый шаг, и он очень важный шаг, и все прошло бесконфликтно, и я очень рад, и мне вообще очень понравилось, как мы редактировали текст, когда каждый хотел что-то поправить, каждый хотел что-то включить, поэтому были выбраны максимально общие формулировки, были учтены все пожелания, вот, и как-то, да, он может быть не какой-то там супер, важный текст, важно то, что все вместе договорились, аж о какой-то совместной работе, и вот эта декларация просто первый шаг, но вот дальше будет у нас встреча в Европарламенте в 5-6 июня большая конференция, где будут европейские институции, там, Европарламент, Еврокомиссия, там, и представители, я бы называл так, российского гражданского общества, ну, конечно, в основном за рубежом, я думаю, приедут еще многие люди из России, я просто не буду называть фамилии, это, как бы, создает риски, ненужные, то будут и политики, журналисты, и общественные деятели, там, художники, писатели, в общем, максимально всех, кого можно пригласить, и там мы будем обсуждать, что делать, чтобы остановить войну, какие должны быть шаги сделаны, какие должны быть санкции, чтобы они работали более эффективно, какое будущее мы видим у России после Путина, да, и как надо вместе над этим работать, вот, вот такие дискуссии будут. Вот наши зрители в часе пишут, не могу проверить эту информацию, насколько это действительно так, но я озвучу, может быть, вы прокомментируете, Мария Певчих говорит, что ее не пригласили, вы сказали, что ФБК вы приглашали, ну, все приглашали ФБК. Я лично видел письмо, отправленное, есть даже копия, я просто свидетель пригласили, просто якобы в спам попало, кто-то не видел, я не знаю, ее дважды даже приглашали и лично передавали просьбы вообще всем людям из команды Алексея, через там, Сергей Гуриев, Сергей Алексашенко и так далее, Евгений Чичваркин. Нет, все приглашения были сделаны и публично еще были сделаны, так что, окей, я сейчас не хочу в эту полемику уходить, потому что мы никого не критикуем, не нападаем, я по-прежнему, поскольку у меня личные хорошие отношения со многими людьми в команде Навального, да, я могу сказать, что, ну, если не сложилось в Берлине, когда-нибудь сложится, поэтому здесь не надо сжигать мосты, не надо кого-то там ругать, конфликтовать, мы ждем их участие, очень надеемся на совместное участие, ну, потому что мы хорошо относимся и к Алексею, и мы считаем, просто, ну, их участие, на самом деле, бы очень сильно бы добавило, и вместе мы могли бы намного большего добиться, так что, я уверен, что рано или поздно все равно мы, опять-таки, я не говорю про объединение в одну организацию, но объединить усилия мы сможем. Кстати, еще спрашивают вас, смотрели ли вы интервью Волкова у Шихман, ну, и в частности, вообще, что касается Леонида Волкова, как-то с ним поддерживаете контакт сейчас? Да, я с ним переписывался, вот когда была вся эта история с Альфой, я считал, что, несмотря на все трудности, не нужно, ну, просто не нужно жестко нападать на Волкова, на Ашуркова, потому что, ну, как бы, смысл в расколе лит, я вижу большой, да, может быть, это неправильно было сделано, или тут я сейчас но в целом, тема раскола лит, она, как бы, имеет право, да, обсуждаться и на существование, потому что, посмотрите, ничего же не происходит, идет уже война год и несколько месяцев, вот, а пока никто еще не перешел из каких-то знаковых фигур на сторону добра, и причем я здесь вижу и проблемы, проблемы, связанные с санкциями, потому что, когда, санкционный механизм направлен сразу против всех, да, и нет никакого механизма выхода из-под санкции, то есть, грубо говоря, ты сделал это, 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 тогда у тебя есть шанс, да, на выход, вот когда нет такого механизма, то просто никому в голову не приходит выходить, переходить на другую сторону, потому что, ну, а что тогда, ты получаешь проблемы в России, причем серьезные проблемы, аресты, отравления, вспомнить убийство этих топ-менеджеров, это же было, я думаю, сделано демонстративно, чтобы все боялись, вот, а когда нет этого механизма, грубо говоря, выхода, при определенных условиях, не для всех, конечно, для тех, кто непосредственно принимал участие, как бы, решал начать войну, для них не может быть никаких индульгенций, понятно, но есть люди, как бы, которые, я просто знаю, многие против, молчат, понятно, имеют какие-то капиталы, но в целом, я не думаю, что они не могли бы перейти на другую сторону, могли бы, скорее всего, нужно создать механизм, который эти элиты раскалывают, я сторонник этой идеи, я бы это, конечно, сделал по-другому, не про фамилии, я бы говорил, а про принципы, потому что, например, есть бизнес российский, который под санкциями, по критериям, а есть иностранный бизнес, который также работает в России, под тем же самым критериям, а он чуть не под санкциями, да, ну, как бы, здесь не должно быть двойных стандартов, вот этот принцип важен, и то, что я сказал, потому что, без раскола элит, путинский режим, ну, Путин не сменится никогда ни на кого другого, потому что, просто, ну, вот, как с Лукашенко было, вспомните, каждый пятый вышел на улицу, но Лукашенко до сих пор, потому что, именно силовики ему лояльны, потому что элиты не раскололись, да, они его, как бы, вот, поддерживают, но вот, посмотрите, даже в таких условиях он сохранил свою власть, понятно, при поддержке Путина, при деньгах из Кремля, но тем не менее, вот, и нам нужно просто этот опыт учесть и постараться все-таки как-то скорректировать эту санкционную политику для того, чтобы как раз Путина предали свои, назовем так, ну, свои имеют какие-то там, какая-то часть элит, которая бы нашла возможность его отстранить от власти. Для начала. Мы говорили с Михаилом Ходорковским в эфире, он сказал о том, что готов условно сесть и пожать руку при необходимости, если будет определенное, так называемое, покаяние со стороны Сечина, он готов, как он нам сказал, Михаил Борисович, с Евгинским договариваться и говорить, то есть, в принципе, никаких границ нет. Что касается того, что спрашивают наши зрители, как раз об этих красных линиях, вот про Ксению Собчак спрашивают и нередко ее называют и агентом Кремля, но, по крайней мере, ей удается оставаться в России, при этом не став иностранным агентом и где-то называя вещи своими именами. Какое ваше отношение к ней и вообще, если говорить об оппозиционном фронте, в котором вы участвуете в том числе, это однозначное отношение или все-таки есть разные мнения по поводу нее? Ну, конечно, по отношению к ней много разных мнений, но при этом, что мне не нравится, просто когда идет какая-то серьезная дискуссия по поводу санкций, и вдруг там появляются фамилии там Ксении, Венедиктова, блин, слушайте, но это не самые главные, так сказать, наши враги и оппоненты. Ну, прекратите, о чем вы говорите? Есть Путин, есть силовики, есть люди, которые мучают граждан России, а мы сейчас будем бороться за чистоту рядов? Ну, просто не нужно обсуждать много всяких разных известных фамилий, которые вызывают споры и конфликты. В этом нет никакого смысла. Вот, мнения разные, но я бы просто вот спорные моменты, я бы даже не обсуждал. Это вредит делу, потому что, когда мы там обсуждали санкции, вдруг кто-то пришел и говорил, а вот этих надо расстрелять. Я говорю, блин, ну давайте не будем обсуждать туфту, давайте будем обсуждать, как мы хотим расколоть элиты, давайте будем обсуждать, как мы можем усилить давление на путинских силовиков, те, которые реально решение принимают. Ну, конечно, там не Венедиктов принимает решение, да, не кто там еще, Познер, какие еще там фамилии были. Ну, там Патрушев, Сечин, там Путин, ну, даже Сечин в меньшей уже степени, там эти все генералы. Вот, вот туда надо направить удар основной по этим людям. В завершение еще за вам вопрос от нашего зрителя, при каких обстоятельствах Дмитрий планирует вернуться в Россию и какой у Дмитрия план на период нестабильности, который прогнозируют многие? Ну, конечно, я надеюсь, что это произойдет в ближайшем времени. Я, честно говоря, оптимист и верю, что все-таки этот режим на какой-то финальной стадии находится. Ну, естественно, тогда, когда у меня будет возможность приехать и не сразу оказаться на кладбище или в тюрьме, да, вот, хоть какая-то понятная ситуация, при которой можно действовать, работать, заниматься политикой, вот, а сейчас, что важно, на мой взгляд, просто вот, что можно делать за рубежом? Я прекрасно понимаю, что люди, которые находятся внутри страны, да, у них больше даже морального права сегодня говорить о российских проблемах, но здесь, там, в Европе, на Западе, у нас есть возможность все-таки хоть как-то биться за имидж нашей страны, которую просто Путин, ну, изуродовал настолько, что до сих пор некоторые люди считают, что войну, войну Путин ведет от имени всех 140 миллионов россиян. Вот наша задача, говорит, не так. Многие люди хотят перемен, демократия, многие люди выступают против войны. Отсутствие протестов не является свидетельством того, что Россия не способна, значит, не приспособлена к демократии. И мы им это все объясняем для того, чтобы у России потом был второй шанс, да, построить что-то приличное, вернуться на демократические рельсы. И то, что мы можем делать, это помогать россиянам, которые, которые остались, лекарства, например, да, вопрос важный, которые уехали, которые сейчас во многих странах без, просто вообще без паспортов. То есть уже просто паспорта не выдают посольству. У человека закончился загранпаспорт, у него нет карточки, вот где-то там находится в Турции или там в Армении, он никуда не может дальше добраться, открыть банковский счет и так далее, да, эти вопросы все равно надо решать. Не забывая при этом, конечно, о проблемах Украины, украинских беженцев, это, конечно, в первую очередь, сейчас просто мы для российской аудитории говорим. Так что, и плюс, что важно сегодня выстроить нормальное отношение с западными странами, с западными институциями для того, чтобы когда появится окно возможностей, чтобы мы могли все-таки вернуть, интегрировать, скажем так, нашу страну, интегрировать в эту мировую экономику, пространство международного права и так далее. Для этого все равно нужны контакты, нужны, мы строим мосты, которые пригодятся в будущем. Вот, ну и когда откроется окно возможностей в России, я уверен, что просто очень многие люди вернутся, будут участвовать, не знаю, выборы, не выборы, или что там будет, посмотрим. Но однозначно, я прекрасно понимаю настроение сейчас, особенно тут новые волны эмиграции. Конечно, все люди живут повесткой российской, все в курсе, что происходит в стране, там театральное дело, там задержание, обыски, ну я на те же СМИ подписаны, я это все знаю, плюс у меня куча друзей, которые мне рассказывают, что в стране происходит. Конечно, хочется вернуться, а эмиграция, как бы жизнь, там в Европе быть хорошо туристом, да, но как бы хочется, конечно, жить в своей стране. Я уже соскучился по некоторым родственникам, по своей любимой собаке, если вы помните, у меня такой тибетский мастиф, которому в этом году будет 9 лет, и я не могу забрать, потому что мне некуда, огромная собака, 90 килограмм, с длинной шерстью, она может жить только в холодном климате, да, и у меня на улице в деревне живет, я не могу никуда там в гостиницу забыть, невозможно. Вот, так что я, я очень надеюсь, что я, я еще увижу, я увижу свою собаку, которая уже 9 лет будет, они живут немного, к сожалению, но пока верю в это. Ну что ж, благодарим вас за то, что вы нашли время сегодня поговорить с нами, спасибо, и до следующего раза, всего доброго. Счастливо. Дмитрий Гудков был на прямой связи с Грэмом, продолжаем наш эфир, и сейчас представим... Грэмом. Продолжение следует...